Каждый год школьники садятся за парты, чтобы вновь грызть гранит науки. Так продолжается уже более тысячи лет. Такая привычная нам система образования претерпела огромные изменения за много веков своего существования. Как же проходило обучение в школах прошлых столетий? Первое упоминание об обучении детей встречается в русской летописи 988 года. Именно в этом году князь Владимир решил принять христианство. Тогда общая потребность в обучении грамоте усилилась необходимостью в грамотных людях для ведения церковных служб. Князь Владимир велел собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Родители отдавали своих детей в школы очень неохотно, не желая отрывать от семьи помощников. Когда же родители принимали решение отправить сына учиться, они приглашали в избу священника, который служил молебен и окроплял будущего ученика святой водой. В переднем углу усаживали учителя. Отец брал сына за руку и передавал учителю, прося научить его уму-разуму, не стесняясь за лень угощать побоями. Мать при этом становилась у двери и начинала плакать. Обучение грамоте начиналось с семи лет. В школу брали не всех, а только самых сообразительных и смекалистых ребят. Во времена правления князя Владимира в школе учиться могли только мальчики, а девочек в это время начинали учить шить, вышивать, ткать и прясть. Считалось, что девушки не должны знать грамоту, так как удел женщины – это домашнее хозяйство. И только в мае 1086 года на Руси появляется самая первая женская школа, основателем которого был князь Всеволод Ярославович. Чаще всего детей отправляли в школу в день пророка Наума 14 декабря. В народном календаре святого Наума называли грамотником и говорили – Наум наведет Наум. Учение в школах продолжалось от двух до пяти месяцев. Все зависело от способности ученика. Научился читать, писать, считать – обучение заканчивалось. Школа для детей обычно находилась при церкви, но урок собирал колокол. Изнутри класс был похож на обыкновенную русскую избу. Вдоль стен располагались лавки, в центре большой деревянный стол. Освящалась школа с помощью лучины, а отапливалась с помощью печи. Грамоте обучали священники или дьяконы. Приходя утром в школу, ученик первым делом три раза кланялся образам и один раз в ноги учителя. Потом совершалась молитва, в которой ученики просили Бога вразумить их на ученую. Затем подходили к старости за книгами и рассаживались за одним длинным ученическим столом. Каждый садился на место, которое укажет учитель. Когда все рассаживались, начинался урок. Привычных для нас учебных классов не существовало. Учеников делили на группы по 6-8 учащихся. В каждой группе был свой учитель грамоты и чтения. Дисциплина в древнерусской школе была крепкой и суровой. Весь день четко расписан правилами. Занятия начинались с 7 утра и продолжались до самого вечера. Перерыв был только один, и тот на обед. Даже пить воду позволялось только трижды в день, а по нужде выйти всего два раза. В классе, как и сейчас, был дежурный, который приходил в 5 утра. Он ходил за водой и травами, топил печь, обтирал стол и лавки, мыл пол. Сидели ученики все вместе, но занимался учитель с каждым отдельно. Ученик получал индивидуальное задание в зависимости от того, что он уже успел изучить. Учитель не ставил школьникам оценок. Система была гораздо проще. Если ребенок выучил и рассказал предыдущий урок, то получал похвалу, а если ничего не знал, его ждало наказание розгами. За неаккуратность и за школьные шалости не только секли розгами, но и ставили на несколько часов на колени, на горох, оставляя незабеда. Учебники дети не носили с собой. Все необходимые книги в ту пору хранились в школе и составляли главную ее ценность. Отношение к книге было уважительное. Существовали определенные правила при работе с книгой, которые школьники должны были неукоснительно выполнять. Возбранялось слишком сильно раскрывать книгу или листать ее без надобности, тем более делать в ней заметки. Категорически запрещалось класть книги на лавку, а по окончании учения книге надлежало отдать старости, который складывал их в назначенное место. На Руси для обучения грамоте использовали церы и писала. Церы – это небольшие деревянные дощечки размером с обычную школьную тетрадь с выпуклой каймой, заполненные вровень с ней воском. На церрах, как и на современной классной доске, можно было выцарапывать небольшие тексты, затем стирать их и писать снова. Писала представляли собой небольшие костяные, деревянные или металлические стержни 15 см в длину и толщиной современный карантаж. Рабочий конец писала был заострен, а противоположный чаще всего художественно украшался. Так как ученики находились в школе целый день, то и обедать им приходилось в школе. Детей кормили на родительскую складчину. Чтобы обучение шло успешно, родители учеников регулярно приносили в школу крупу, муку, сало, солому, дрова, а каждый четверг готовую еду – блины, лепешки, яйца и куличи. Обычно во время обеда на стол выставлялся горшок каши, которую дети и ели. Отсюда и пошло выражение – однокашники. С нашествием на Русь монголо-татар учеба остановилась на несколько столетий и возродилась лишь в XVI веке. Теперь школы назывались училищами. Учителем в них по-прежнему мог быть только представитель церкви. И опять детей там обучали только грамоте и письму. Процесс обучения был очень неспешным. Прежде всего ученик обязан был выучить название, изображение букв в том порядке, как они шли в азбуке и в разбивку. Твердо вызубрив азбуку, он учился составлять из букв в слоге. Отдалев и это, ученик переходил к чтению связанного текста. А писать детей учили только через год, когда была выучена азбука. Первой книгой, специально созданной для обучения грамоте, был букварь Ивана Федорова, изданного на 1574 году. Во времена правления Петра I система образования стала принимать современные очертания. Важнейшим компонентом своих реформ Петр I считал развитие европейски ориентированного, светского по характеру образования. Старая школа, подчиненная церкви, не могла дать технически грамотных и образованных людей, в которых нуждалось государство. В связи с этим было принято решение открыть государственные школы для подготовки образованных дворянских и купеческих людей. Благодаря Петру I в России возникла система профессионального образования. В профессиональных школах готовили работников медицины, металлургов, химиков, инженеров, переводчиков. 27 августа 1701 года в Москве открылась первая государственная школа математических и навигантских наук. В ней учились мальчики всех сословий с 12 лет. Освоив математику и грамоту, ученики низших сословий отправлялись на службу, а вот дети знатных семей продолжали свое обучение уже в высшей школе. В 1714 году был издан указ о всеобщей учебной повинности для детей всех сословий, кроме крестьян. Было постановлено, без свидетельства об окончании обучения, жениться не допускать и венечных памятей не давать. К 1722 году в разных городах России были открыты 42 так называемые циферные школы, обеспечивающие начальное обучение математике. Гуманитарное обучение обеспечивалось духовными школами. При всем многообразии обучения оценок школьникам по-прежнему не ставили. Первую систему оценивания знаний вели только в 1737 году при царствовании Анны Иоанновны. Эта система носила исключительно устный характер. Например, отлично описывалась эпитетами «надежный», «честный», «хороший», «похвальный». А типичный неуд был слабым, прихудым, безнадежным и ленивым. Позже вели цифровые оценки школьных успехов. И за короткое время в русских школах успело смениться несколько систем от 3-бальной до 12-бальной. Причем одно время пятибальная система оценок существовала снизу вверх. То есть отличная оценка считалась единица, а неудом – пятерка. Но в 1837 году обычная пятибальная система все же восторжествовала и сохранилась в неизменном виде до наших дней. Первое в России женское учебное заведение – Смольный институт благородных девиц – был основан по личному распоряжению Екатерины II. Принимали в институт дочерей дворян и высших чиновников. Девочка поступала в институт в возрасте 6 лет и до своего 18-летия была практически полностью оторвана от семьи. При Екатерине II уровень образования был очень достойным. Девушки изучали гуманитарные, точные, естественные науки – музыку, рисование, рукоделие и выходили из учебного заведения действительно образованными для своего времени девушками. Но уже в первой половине XIX века эти начинания были забыты. Внимание стало уделяться пению, танцам и музицированию. При этом естественные науки не изучали вообще, да и в гуманитарных не слишком преуспели. С тех пор система образования претерпела немало изменений. В 1908 году в Российской империи был принят закон о всеобщем и обязательном начальном образовании всех граждан. Начало тотальной грамотности населения России было положено. Впрочем, это уже совсем другая история.